Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы, точнее ее запрос рассказать кое о чем психологическом. Сейчас я зачитаю, затем дам ответ. Вы можете написать свои комментарии. Ваши похожие истории, если вы в такое попадали, будет интересно это поизучать. Так что давайте приступим. Галина, добрый день! Хотела бы поделиться своей историей и спросить у вас совета для ответа в видеоформате. Меня зовут Диана, мне 27 лет. Мы работали с вами в терапии, это очень помогло. Я наконец начала строить здоровые отношения после ряда невротических. И тут у меня возник вопрос, а какая она здоровая любовь? Теперь о ситуации. Мой парень иностранец познакомились лично в третьей стране. Общались, переписывались, стали возникать чувства, которые только усиливались. Сразу обговорили, что не ищем отношений для переписки, без обязательств. У нас было много разговоров, узнали друг друга, планировали встречу. Спустя долгое время общения я поняла, что он тот мужчина, который подходит именно мне. Наши ценности, цели, образ мышления, то, как мы взаимодействуем. Его проявление заботы было много активных действий в мою сторону, несмотря на сложности сегодняшней ситуации. Теперь о чувствах. Я почувствовала влюбленность, но не сразу. Смотрела на то, чтобы слова подкреплялись его поступками. Тщательно отслеживала свои ощущения, эмоции. Есть ли бабочки в животе? Что ж, бабочки были. Влюбленность тоже. Чувствую, что этот человек, с которым я готова идти дальше, с которым мне не страшно. И вот, наконец, мы встретились. Все мои ожидания подтвердились. В романтическом, интимном плане все было замечательно, хорошо. Мне хотелось его обнимать, целовать. Я чувствовала себя рядом с ним очень спокойно, как будто мы знакомы с ним уже 10 лет. К окончанию совместного отпуска было ощущение, что он это то, что мне нужно. И вот мы разъехались по своим странам, с планами встретиться вновь. И тем, как мы будем развивать наши отношения дальше. Я начала сравнивать свои предыдущие отношения. Кстати, многие тоже на расстоянии были. И эти. До работы с вами, с психологом, все мои отношения, где мы встречались в совместном отпуске, или когда мужчина приезжал на выходные, а потом мы возвращались к обычной жизни, заканчивались страданиями, скучаниями, драмой. Я ничего не могла делать, не могла концентрироваться на работе, на делах, настолько сильно скучала. В новых отношениях я скучаю, но у меня есть другая жизнь в своей стране. Нет драмы, я уже не страдаю. Возможно, потому что я уверена в серьезности наших намерений после нашей встречи. Нет такого, что я постоянно о нем думаю, не могу работать. Нет этого избытка переполняющих меня чувств. Нет слез в аэропорту, прощания, нет тревоги какой-то. Собственно, мой вопрос. Я выросла, и моя любовь стала здоровой, такой, как она должна быть. Вопрос. Или это не любовь и не те чувства, которые должны чувствовать влюбленные. Благодаря терапии я стала спокойнее, увереннее в себе, стала изучать себя, какая я, чего я хочу, уважать свои желания, свои чувства. Это длинный путь, который мне еще, конечно, предстоит пройти до самого конца, но я уже вижу результаты. Мне это очень приятно. Он был уже в браке, первую жену выбрал по опциям, хозяйственной, образованной, из хорошей семьи. Говорит, что со мной другое дело. Сначала было сильное чувство, потом уже он стал думать и смотреть, а подходим ли мы друг к другу. Я немножко переживаю, что наши с ним чувства не любовь, а просто мы выбрали друг друга по опциям каким-то, что нам просто комфортно, мы уверены в друг друге, хотим строить отношения дальше. У меня просто не было опыта отношений подобных ранее, только невротические или абьюзивные, поэтому я немножко в сомнениях. А можно ли назвать наши отношения нормальными и здоровой любовью? Заранее спасибо за ответ. Всем подписчикам желаю не бояться изучать, познавать себя, сколько бы вам не было лет. Лучшая инвестиция – это инвестиция в свою голову. И главная цель нашей жизни – обрести внутреннее счастье, которое ни от кого не зависит. Это огромное богатство. Совершенно верно. Так, смотрите, про вопросы, которые мне были заняты, заданным, настоящая ли это любовь. Во-первых, объясню, что происходит. Так как это первый опыт нормальных здоровых отношений, есть сомнения. Эти сомнения еще подпитываются самооценкой, которая еще в процессе роста и укрепления. Она уже не та, которая была раньше, она уже лучше, выше, надежнее, но она еще не до конца, назовем так, идеальна. Поэтому у меня есть сомнения, я сомневаюсь, то ли оно, это ли, а не опция, или просто ли нам комфортно. В этом случае обращайте внимание на ваши ощущения и эмоции, то, что вы, по сути, делаете. Вы в правильном направлении. То есть так как у вас не было здорового образца, вы еще сомневаетесь, оно ли это. Оно ли это покажет время, покажет на вашем этапе отношений, об этом сказать очень трудно. Есть какие-то предпосылки, прям надо разбирать, какие-то вопросы задавать наводящие. Но вкратце, в общем, скажу так, когда у вас начнется, например, вы с ним съедете, совместный быт, за него замуж выйдете, первые преграды совместные, первые проблемы какие-то, не обязательно только бытовые, моральные. Какие-то, не знаю, у кого-то кто-то умер, трагедия произошла. Как вы будете друг друга в этих планах поддерживать в горести и в радости, уже исходя из этого, когда вас вот эта бытовуха будет объединять, какая-то просто текущая обычная жизнь. Уже тогда вы почувствуете и сможете сами ответить на свой вопрос, оно ли это или нет. Да, вот этот страх, то, что это не оно, он будет до того момента, пока вы на практике в этом не убедитесь. Какой показатель на практике будет говорить о том, что все окей, это настоящая здоровая любовь. Когда ваш партнер вас слышит, вас поддерживает на вашей стороне или говорит о своем мнении, но уважает при этом ваше, у вас с ним получается договориться в сложных каких-то спорных вопросах, прийти к компромиссу, который вам двоим обоюдно удобен. Никто не в ущербе каком-то, в недостатке. И вам, в свою очередь, тоже хочется все то же самое делать к вашему партнеру, слышать его, общаться с ним, поддерживать его, разделять его проблемы и разделять его радость из него порадоваться. Все. От этого, этой базы рождается доверие, уважение, нет желания изменять, искать кого-то на стороне и так далее, потому что тебе ценны вот эти отношения, как к тебе относятся, и ты хочешь в ответ человеку это делать. Поэтому идти налево, кого-то смотреть, у человека не возникает такого желания, этой тяги. Если у него изначально с этим проблем как бы нет, мы выберем про здоровое. То есть человек здоров, как бы готов к нормальным отношениям, то его это и не будет что-то на стороне где-то, например, интересовать. То, как я раньше переживала, страдала, трагедия, плакала в аэропорту. И вся вот эта история, эта история чисто невротическая, да. То есть сам процесс страданий, я от него получала кайф. А сейчас у меня вопрос, как бы, вот все хорошо, мне нравится, это оно? Да, это оно. У невротиков есть такая немножко проблема, если они побороли свой невротизм, назовем так, вылечились, вышли из-за этого, в новых здоровых отношениях они боятся, что им будет скучно, неинтересно, без накала эмоций, страстей, и, собственно, что-то вот так вот жить, что ли, еще так 20 лет и не ругаться, и не трагедия, а как показывать свои чувства и эмоции, это же неинтересно будет, да. На самом деле, когда ты в это попадаешь, это будет интересно. Там другой кайф меняется. Вот здесь кайф у невротиков пострадать, помучаться. А кайф здоровых отношений в том, что ты доверяешь партнеру, ты чувствуешь себя максимально, как вы знаете, в колыбели, не прямо ребенком, а вот чувство безопасности, когда ты рядом с родителями в колыбельке, а тебе заботятся. И в свою очередь ты меняешь тоже тут же роль, ты можешь быть родителем где-то позаботиться о своем партнере, если у него там какая-то трудность, проблемы. Вот этот взаимообмен эмоциями, любовью и заботой, это и есть вот этот новый кайф, и есть вот это ощущение в здоровых отношениях. Когда ты расслаблен, тебя начинает не беспокоить проблемы на работе. У меня есть мой дом, там моя семья, которые меня любят, принимают с моими проблемами. Как-то все легко, понимаете, и тогда эта формула счастливого человека. Появляется такое чувство и ощущение, проблемы вокруг, они как бы есть, социум не меняется, но я их легче переношу, переживаю, я легче нахожу пути решения, и в моей жизни все как-то складывается само собой. Обстоятельства люди, оп-оп-оп, раз проблемка решилась, да? То есть я меньше прилагаю усилий, не страдаю, все как-то само, как говорится, гладко, в стельку все укладывается, как-то само решается и так далее во многих аспектах вашей жизни это происходит. Ну такой комплекс счастливого, по сути, человека, вы становитесь довольны своей жизнью. Поэтому то, что вы сейчас не переживаете расставание слишком активно, как раньше, без трагедии, это хороший признак. Это того, что вам с человеком комфортно, вы чувствуете в нем уверенность, вы не чувствуете тревоги, что вас могут предать, будут ли у нас развить отношения, вы в нем уверены, он дает вам это чувство, вы ему тоже даете, это взаимная только история, не может один давать, а второй только получать. Если так бы происходило, то этому человеку, который вам дает, было бы тревожно, он бы думал, блин, я отдаю, почему мне вообще в ответ ничего не возвращается, а почему, когда вернется, или он бы мог думать, а есть гарантия того, что ей вообще все это надо, короче, у него возникли какие-то вопросики. Этих вопросиков нет, все правильно, хорошо. Если вас беспокоит вот это слово, словосочетание было опции, на самом деле так и есть. Мы подбираем себе партнеров по опциям, которые нас удовлетворяют, наш запрос, мы вообще в жизни живем по запросам. Мы идем на работу, по сути, правильно, человек здоровая психика, мы идем на работу работать, получать деньги, карьерный рост, как-то развиваться, чтобы работа была интересная. Все просто очень. Терпим, если нам это не нравится, зарплата, работа, нет роста и все прочее, это уже вопрос, почему вы это терпите. Человек со здоровой психикой будет менять либо работу, или искать другую, либо там что-то пытаться изменить внутри в этой работе, если это возможно, как-то это менять ситуацию. Мы вообще существуем, и также партнеров выбираем. У нас есть свой какой-то лист запросов наших, то, что нам беспокоит, то, что нам надо, например, требуется конкретный запрос, вы говорите, он закрыл вашу тревожность, уверенность в завтрашнем дне, что отношения не закончатся, что вас не оставят, и вы спокойно все на релаксе живете и кайфуете, наслаждаетесь процессом, это и есть хорошо. И вот эти опции – это нормальная история. Мы находим по опциям, так и есть. Но еще одна из опций – это чувство влюбленности, вот эти бабочки в животе и так далее, чтобы они были, прошли. И дальше у нас там влюбленность, он неприятен, я его как-то не отторгаю, хочу видеть каждый день этого человека. Все, пожалуйста. Да, это банально просто, это очень приземленно. И наше счастье заключается – это найти себе человека с таким же набором ценностей, взглядов, которые также вас уважают, любят, и вам хочется этим с ним обмениваться и вместе развиваться дальше. Все. И да, людям, которые живут на нерве, на накале, на переживаниях, на страстях, на агрессии кто-то, на абьюзе, для них это неинтересно. Для них это кажется скучным, потому что они этого не пробовали. И у них есть свои предпосылки определенные, которые позволяют им не интересоваться этим. У них свои какие-то перекосы определенные есть. Но они, опять же, от этих перекосов потом страдают. То, что с вами происходит, это все правильно, логично. Продолжайте в том же духе. Обращайте внимание на ваши ощущения. Если вам что-то не нравится, вы прави и вообще законно с партнером все это обговаривать, поднимать эти темы. Признак здоровых отношений, когда партнер с вами общается, вас выслушивает, говорит вам свою точку зрения, и вы приходите к какому-то общему знаменателю, который устраивает вас двоих. Все. Ну и не забываем в отношениях просить прощения, если мы были неправы. Или говорить партнеру, например, я считаю, что ты был неправ в этой ситуации, или мне принесло ущерб, мне было больно от твоих слов, от твоего поведения. Что ты скажешь мне, например? То есть если вы сами почувствуете от партнера какую-то несправедливость, некомфорт, тоже ему об этом скажите, вы имеете на это право на право. Все. Для тех, кто заинтересовался здоровыми отношениями, но сейчас находится в больных отношениях или всегда такие выбирает, я вам закину такую удочку, если для вас это показали здоровые отношения, скучными. Вот вы на нерве живя и мучаясь, получаете кайф сиюминутный. От страданий, от негатива, может быть, это и позитив какой-то, но, в общем, вас кидает эмоционально. У вас большой выплеск эмоционально идет, счастье или несчастье, какого-то горести. А потом у вас очень сильный мандерфинный упадок. То есть вы почувствуете себя опустошенным, уставшим, вымотанным, мне задолбало все, хочу нормальную семью и детей, вот это все эмоциональные качели, вот вся история. А те, кто в здоровых отношениях, вот, может, вы задумаетесь, о такой модели она вам заинтересует, там нет эмоциональных вот этих передряг. В чем плюс? Вот этот кайф и наслаждение вы на горизонтали испытываете, то есть ровно, постоянно, комфортно, изо дня в день, защищенно, классно. У меня нет перепадок эмоциональных. Я не улетаю вот в эту яму на эмоциональные минусы. И я не чувствую себя опустошенным, обделенным, жизнесправедлива, когда вся эта фигня закончится, начнутся нормальные отношения, когда меня начнут любить, мне давать и так далее. Этого нет, потому что у вас все это гладенько. И вы чувствуете себя сильным, наполненным и энергичным для собственного развития, обучения. У вас есть силы на карьеру, например, на развитие себя. Я хочу себя увидеть, например, в материнстве, над своих детей и так далее, и так далее, и так далее. То есть это, конечно, классно, когда у вас эмоционально вы быстро адреналинчик хватаете, потом слишком много минусов. А в модели здоровых отношений, чем она и привлекательна, да, гладко, но все хорошо, гладко, спокойно, я в ресурсе остаюсь, я не трачусь на нервотрепку, я не трачусь на страдания. И вот в этом есть свой кайф. Вы это поймете, только когда попробуете это. К сожалению, просто так рассказывать, когда ты в этом не заинтересован, ну, послушали, да-да, покивали, но делать это не будем. Для вас вот пример. Я работала с девушкой. Спасибо за отзыв. Очень приятно. Всегда видно, скажем так, всегда приятно видеть труды, результаты своих трудов, своей работы. Но я всегда говорю своим клиентам, все, что меняется, это чисто ваша личная заслуга, это ваш труд. Я просто рассказываю, показываю, разбираюсь в вашей проблеме, показываю, как может быть, что можно сделать, а что можно изменить, на что обратить внимание. И если вы это применяете, применяете над собой работать и делать, будет результат. То есть психолог за вас ничего не меняет, на вашу жизнь не влияет. Это делаете вы, если у вас есть желание, и вы начинаете, например, делать то, что как бы вам предлагают варианты развития событий. Спасибо всем за внимание, спасибо за письмо. Если кто-то хочет написать свою историю анонимно, пожалуйста, присылайте на почту, она в инфобоксе указана. Тема письма, письмо от анонима, например, можно написать, да. Если вам нужна психологическая консультация, в теме письма пишите, консультация просто вот и все. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Пишите комментарии, были ли вы в здоровых отношениях, перешли вы, например, из больных в здоровые, как вы себя ощущаете, довольны ли вы этим. Или у вас есть планы, вы бы хотели попробовать в здоровых отношениях. Я вам честно скажу, я в здоровых отношениях, ничего лучше в моей жизни не было. Это очень классно, комфортно. В общем, этот баланс дает им очень много сил. Спасибо за внимание. Скоро увидимся.